Еще раз всем здравствуйте. Я родом из Кургана, училась в Судомо и закончила его в 2011 году. Также поступила в МФТИ, закончила там бакалавриат и магистратуру, и теперь там учусь в аспирантуре. И также занимаюсь исследованием в области экспериментальной командовой физики. Ну и так как это экспериментальная физика, удобно это делать также в других странах, поэтому я еще имею позицию в институте Рикина. И сегодня я бы вам хотела рассказать про квантовый компьютер, какие у общества есть ожидания, и какие специалисты в этой области видят реальность по реализации квантового компьютера. Почему я хочу это рассказать? Ну, во-первых, как специалист в своей области, я вижу, что общество, которое далеко от экспериментальной квантовой физики, пытается дополнить, чтобы понять, что вообще происходит в квантовой физике. И, конечно, часто это бывает далеко от правды. С другой стороны, так же как и Олег Иванович, я как специалист вижу красоту в своей области, и мне бы хотелось поделиться с ней вами, потому что я также считаю, что экспериментальная квантовая физика, как бы то ни звучало, но она чертовски интересная, чертовски классная. Так что давайте мы начнем. Что значит, вот есть слово «квантовый компьютер». Ну, со словом «компьютер» более или менее понятно, вот со словом «квантовым» уже не очень. Как у любого непонятного слова, у него есть какой-то перевод с какого-либо языка. В этом случае «квант» является… перевод слова «квант» – это слово «порция», и «порция» вот в каком смысле. В классической физике у нас параметры могут меняться непрерывно. Ну, например, если мы отмеряем воду, мы, в общем-то, можем отмерить сколько угодно воды с любой точностью. Ну, там зависит от приборов, но, в принципе, как бы экспериментальными приборами это не ограничено. В квантовом мире же все не так. В квантовом мире параметры, ну, здесь, в частности, изображена энергия, потому что энергия – это наиболее универсальный параметр физики, может меняться только порциями. Ну, грубо говоря, если мы речь ведем о воде, то воду мы можем менять только порциями, например, по стаканам. И законы физики запрещают, например, наливать полстакана. Это довольно специфические системы, как вы понимаете, и там, где вот эта вот особенность реализуется, она и называется квантовыми системами. Как вы понимаете, это специфические системы, в которых реализуются вот такие вот свойства. То, что важные параметры, в частности, энергии у нас меняются только порциями. Ну, хорошо. Какие должны быть квантовые свойства, помимо того, что энергия у нас может изменяться порционно? Ну, в первую очередь, в классической физике мы не сможем это наблюдать. То есть, в принципе, ту же воду мы можем мерить какими угодно размерами порций. Поэтому, чтобы прийти вот в эту специфическую систему, нам нужно уменьшать размер системы до того состояния, когда размеры и взаимодействие между системами становятся настолько маленькими, что будут сравнимы с фундаментальными силами. Поэтому квантовые эффекты у нас, как правило, проявляются в очень маленьких системах, наносистемах. Это вот то, что нужно знать, где у нас, в принципе, могут проявляться квантовые свойства. Хотелось бы выделить несколько наиболее известных и, может быть, наиболее важных квантовых свойств. Первое – это туннелирование. То есть, в чем его смысл? Обычно, если у нас есть какой-нибудь холм из земли либо энергетический, и нам нужно через него каким-либо образом пройти, в классической физике это происходит методом, ну, мы забираемся на холм и спускаемся вниз. В квантовой же механике при определенных условиях может выполняться то, что камень может пройти под барьером. Это может звучать и выглядеть как-то странно, но на самом деле каждый из вас знает как минимум один пример проявления этого эффекта. То есть, наверное, каждый из вас, ну, если не читал, то смотрел «Гарри Поттера» и помнит, чтобы проникнуть на экспресс, необходимо было пройти сквозь вот своеобразный энергетический барьер. Другой пример может быть менее очевидный, но тем не менее не менее важный. Везде нас окружают компьютеры, телефоны, любые гаджеты. Что в них квантового? Ну, каждый из них состоит из каких-либо радиотехнических элементов. Ну, это кажется понятно, хорошо. При этом каждый радиотехнический элемент состоит из более, скажем так, детального элемента, ну, в частности, это транзистор. То есть, все наши приборы, они используют транзистор как один из основных элементов. Хорошо. Что, в общем-то, из этого? Если мы копнем в гуджев транзистор, мы будем выглядеть какую-то сложную схему, где у нас будут различные электроды и какие-то различные поля. Не очень важно, как это работает, это довольно сложно объяснить. Но смысл в том, что его работа завязана на эффекте туннелирования. Поэтому через вот такую долгую цепочку мы получаем то, что у нас есть элемент, который позволяет нашим большим уже устройствам, которые совершенно не квантовые, однако работать. Вот в этом контексте квантовая механика на самом деле ближе, чем может показаться на первый взгляд. Хорошо. Какие есть еще квантовые свойства? Про второе свойство мне бы хотелось отметить, а их на самом деле намного больше. Это свойство суперпозиция, если переводить дословно, как бы сверхсостояние. Что это значит? Это означает, что у нас система может находиться одновременно в нескольких, может быть, даже в противоречивых друг другу состояниях. Обычно, когда про это рассказывают, приводят пример с монеткой. Вот у нас есть монетка, у нее есть одна сторона, там, решка и орел. Когда мы ее подкидываем, и она летит и вращается, мы не можем наверняка сказать, какой стороной она упадет. Поэтому мы, в принципе, можем сказать, что она одновременно может упасть как орлом, так и решкой. Но мне этот пример не очень нравится, потому что с точки зрения математики это скорее равновероятный процесс. Какой мне пример нравится больше? Так это вот этот вот. Когда у нас есть на данном рисунке тарелки, которые находятся на полке и закрыты в шкафу. Вот здесь они действительно одновременно, они равновероятны. Потому что это действительно большая разница. Ну почему одновременно? С одной стороны, мы видим, что тарелки целы, вот мы прекрасно видим это сквозь прозрачный шкаф. С другой стороны, если мы рассматриваем тарелку как устройство, которое нам поможет поесть, когда мы сидим за столом, и мы попытаемся их достать, то есть открыть дверцу, ну вот почти наверняка тарелка упадет и разобьется. Поэтому вот в этом случае тарелка будет скорее разбитой, чем целой. И другое вот важное свойство суперпозиции в том, что когда мы производим какое-либо измерение, либо наблюдение системы, то это состояние разрушается, и переходит какое-нибудь одно из двух возможных состояний. Ну, например, в этом случае мы можем открыть дверцу шкафа, и когда будет падать тарелка, мы можем либо попытаться ее словить, тогда она все-таки будет уже целой, и квантовая система перешла в одно состояние, в состояние целой тарелки. Либо же все-таки она упадет, и мы не успеем ее поймать, и, конечно же, она разобьется. Так что вот такой вот пример мне нравится больше. Ну и мне хотелось бы еще раз повторить то, что одновременно и равновероятно – это действительно очень разные вещи с точки зрения квантовой механики. Общий термин суперпозиция ввел австрийский физик Эрвин Шрёдингер, и один из наиболее известных примеров суперпозиции, наверное, многие из вас слышали – это Кольд Шрёдингера. В чем состоит этот мыслительный эксперимент? У нас есть коробка. Она непрозрачная для запахов, звуков, каких-либо других проявлений активности. И внутри этой коробки находится ход. Также у нас есть какое-то радиоактивное вещество, которое может распасться, а может не распасться. Также есть склянка с ядом, молоток и механизм, который работает следующим образом. Если вещество распадается, то механизм приводит к действию молоток, который, разрушая склянку, яд выходит наружу и убивает кота. Если же распад не произошел, то механизм не срабатывает, молоток не разбивает склянку и кот остается жив. Здесь возникает такой, в своем смысле, парадокс. Физики точно знают, что распад либо не распад вещества – это чисто квантовый процесс. Но, с другой стороны, состояние кота, жив он или мертв, зависит от квантового процесса. И поэтому, пока мы не откроем коробку, то есть не произведем какое-то измерение над нашей квантовой системой, мы не можем, наверняка, сказать, жив кот или мертв. И в этом случае у нас получается такой своеобразный парадокс в том, что кот одновременно и жив, и мертв, потому что распад одновременно произошел или не произошел. Еще раз отмечу, что это мыслительный эксперимент, ни один кот не пострадал. Ну и то, что в оригинальной статье Эрвина Шрёдингера, это было на немецком, упоминается «кошка, а не кот». Так что я не советую вам повторять этот эксперимент дома с вашим любимым котом. Ну, вообще, физики не просто так придумали явление суперпозиции, потому что им было скучно, состояла вполне конкретная задача. Вот у нас есть свет, все мы его видим, все мы его знаем. Это поток частиц, каких-нибудь таких вот ярких шариков, или это все-таки набор волн. И вот физики в 20 веке пытались это понять. Ну, казалось бы, в чем сложность? Основность в том, что было два, скажем так, лагеря. Часть физиков считала, что свет имеет корпускулярную, то есть природу частиц, то есть представляется в виде потока частиц. А другой лагерь говорил, что нет, это все-таки волна. Ну, и причем, как это полагается физике, они не просто говорили, они ставили эксперименты. И в физике эксперимент — это единственный критерий правды. То есть, вообще говоря, теоретики могут придумать много разных теорий, они могут противоречить, не противоречить существующим законам или друг друга, но, в общем-то, это не важно. С точки зрения физики правда только на стороне экспериментатора. Поэтому было две экспериментальных работы, в которых в одном случае подтверждалось, что свет имеет частичную природу, а в других подтверждалось, что волновую. По поводу частичной теории это был фотоэффект, то есть явление, когда у нас есть проводник с металлом, мы освещаем его светом, и у нас при определенных условиях могут вылетать электроны. Я также отмечу, что за эту работу была получена Нобелевская премия в 1902 году. И я почти уверена, что каждый из вас знает, какой ученый это получил. Этим ученым был действительно Альберт Эйнштейн, и он получил Нобелевскую премию не за теорию относительности, которая наиболее известна, а за объяснение фотоэффекта. Это экспериментальный факт, который не поддается никаким опровержениям, потому что он воспроизводился в других группах. С другой стороны, сторонники волновой теории света говорят, что у нас есть свои экспериментальные доводы. Какие же у них были доводы? Юнг придумал такой эксперимент. Он называется двухщелевым. Почему он называется двухщелевым? Давайте посмотрим на видео. У нас есть две щели, экран и источник каких-либо частиц. Если у нас просто какие-то частицы, шарики, они пытаются пройти сквозь две щели, и если щели очень узкие, то это будут две полоски, а если щели достаточно широкие, то экран заполнится каким-то случайным распределением. Если это волна, например, волна на поверхности воды, то проходя через каждую щель, из каждой щели будет выходить такая же круговая волна, как здесь. Они будут складываться друг с другом и образовывать сложную картину интерференции. Как раз картина интерференции – это знак, что у нас волновая природа, и ничего больше, точно не частичная. Когда начали запускать свет, что увидели? Причем запускали они не просто кучу света сразу, они разделили на маленькие порции и стали подавать порциями. Казалось бы, что раз порция, то это одна частица, а не волна. Поэтому на экране после каждой порции была только одна точка. Когда много-много раз повторили эксперимент, получилась интерференционная картина. То есть как будто бы волна, хотя отправляли одними порциями кусочками. То есть там не может быть так, чтобы они складываются между собой. И решили проверить, через какую конкретно щель проходит. Поставили наблюдателя, ну, детектор. И когда повторили много-много раз эксперимент, они уже фиксировали, через какую конкретно щель проходил фотон, квант света. И когда они посмотрели на картину, она оказалась случайной. То есть я хочу для вас еще раз повторить. У нас, если нет наблюдателя, просто две щели. Мы посылаем кванты света и видим интерференционную картину. То есть как будто бы это волна. С другой стороны, если мы поставим наблюдателя, детектор, чтобы понять, через какую конкретно щель проходит. Казалось бы, ну, мы же не уничтожаем свет, мы максимум смотрим его в какие-то вторичные отклики. А картина эксперимента совершенно меняется. Это одна из причин, почему квантовая механика кажется такой странной. То есть в зависимости от того, наблюдаем мы систему или не наблюдаем на нее, она меняет свои свойства. В общем, все это выглядело очень странным. Но так или иначе у физиков было подтверждение, что вообще говоря, свет имеет волновую природу. Тем самым, с помощью теории Эрвина Шёдингера, он предложил, предсказал, что у квантовой системы есть такое свойство, специфическое свойство, которое мы не наблюдаем обычно, это явление суперпозиции. То есть у нас свет может быть одновременно и частицей, то есть таким круглым, ярким, очень маленьким шариком, и волной. И в зависимости от определенных условий он проявляет себя либо как поток частиц, в случае с фотоэффектом, либо волной, в случае с двухщелевым экспериментом. Таким образом, эта противоречия удалось разрешить. И впоследствии это стали называть двойной природой света. И позже нашли подтверждение, что таким странным явлением обладают электроны и многие другие еще частицы. Вот здесь это явление получило название такое сложное, корпускулярно-волновой дуализм. Ну и здесь такая шуточка, что light с одной стороны particle, как частица, но с другой стороны wave, как волна. Ну, хорошо. Мы теперь вот поняли, что у нас есть квантовая механика, у нее есть какие-то свои странные свойства типа туннелирования, либо суперпозиции, но вообще их много еще. Но мы вообще хотим понять, как квантовый компьютер, как известно словосочетание, как вот эти вот эффекты вообще играют роль в квантовом компьютере. Ну да, то есть исходя из названия, он каким-то образом использует вот законы квантовой механики и тем самым имеет какое-то преимущество над классическими компьютерами, которые вот кроме как транзисторов больше не имеют по помощи с точки зрения квантовой механики. Вообще идею квантового компьютера предложил теоретик Ричард Фейман в 1981 году. И вот давайте посмотрим, чем же он может быть лучше классического, почему физики считают, что он может спасти наш мир. Ну вот давайте для сравнения рассмотрим классические компьютеры и квантово-механические. Если мы представим работу компьютера довольно грубо, то мы можем представить себе как ленту, условную ленту с набором нулей единиц. И для того, чтобы выполнять какие-то алгоритмы, какая-то машина берет из этой ленты нолики единички, складывает, вычитывает, проводит какие-то математические операции. Особенность в том, что она берет нолики единички последовательно. То есть она не берет, например, вот этот ноль, пока у нас еще не обработался вот эта единица. То есть лента у нас обрабатывается последовательно, а не все сразу. В квантовой механике же все по-другому. Как по аналогии с обычными битами, в квантовой механике существуют квантовые биты, которые с английского называются кубитами. Их особенность в чем? Они также, как и обычные биты, могут быть в состоянии 0 и 1, но, учитывая, что они используют принципы суперпозиции, они могут находиться также в состоянии промежуточном, то есть суперпозиции между нулем и единицей. Обычно это представляется вот в виде такой вот сферы. И в чем как бы преимущество-то? А в том, что когда мы используем вот этот вот бит, мы можем при обработке алгоритма использовать не один конкретный бит, а сразу одновременно 1 и 0. То есть, например, в нашем случае нам нужно было провести операцию с 0,1, с 0,1, 1,1,0, а в этом случае мы могли бы это сделать все одновременно. Вот в чем преимущество. Раз мы проводим операцию одновременно, а не последовательно, то количество, например, времени обращения к памяти обработки у нас сокращается. Вот в таком случае теоретики и ожидают получить преимущество, временное преимущество. То есть как у нас получается есть принцип суперпозиции, в котором 0 и 1 у нас перемешаны, и мы можем использовать их одновременно. поэтому у нас есть вот выигрыш по времени, ну, либо выигрыш по вычислительным ресурсам. Ну, хорошо. Вот у нас есть ускорение вычислений, это все выглядит очень так заманчиво, а для чего вообще, говорят, нам надо? Ну, в первую очередь это использование во всех сферах как бы нашего мира, где используется вычисление, ну, то есть везде. В частности, это моделирование экспериментов. Часто так бывает, что поставить эксперимент либо сложно, либо дорого. Поэтому физики, чтобы докопаться до сути, используют моделирование. А моделирование – это по факту решения сложной системы уравнений. И часто это бывает, ну, банально либо дешевле, либо это можно сделать, например, в случае, если поставить эксперимент сложно. Ну, вот в частности, например, для уравнения гидродинамики, они получаются настолько сложными, что обычно компьютер не может с ними справиться, и физики вынуждены упрощать систему, чтобы компьютер мог хоть как-то это посчитать, а точность получается настолько плохой, что эксперимент по факту получается проваленным. И вот если можно значительно увеличить производительность компьютеров, это может помочь, ну это не может помочь, это поможет в моделировании экспериментов. Другой пример, который наиболее может быть известный и наиболее обсуждаемый, это квантовая криптография. Собственно, здесь спорта ровно то же самое. Сейчас в криптографии, в обычной классической, все защиты происходят на том, что нужно подобрать какое-то число, которое будет решать определенную математическую задачу. И особенность этих математических задач в том, что они не имеют алгоритма для решения. То есть их можно подобрать только случайно. А если мы возьмем очень-очень большие числа, то пока мы их все переберем, пройдет очень много времени, и уже к этому моменту этот шифр уже не будет нужен. Поэтому если использовать квантовую криптографию, то мы можем все вот эти числа, которые нам нужно перебрать, перебрать одновременно, потому что мы можем сделать их суперпозицию. Именно поэтому все известные шифры, например, RSA, которые используются, они будут взломаны. Ну и с другой стороны, нужно же уметь защищаться от самих себя тоже. В квантовой криптографии есть другой момент, как защититься, собственно, от этого квантового взлома. Это когда они используют принцип суперпозиции, и если происходит какая-то попытка прослушать канал, либо его взломать, состояние суперпозиции уничтожается. И если построить систему таким образом, то можно будет видеть, что суперпозиция разрушилась, то есть происходит попытка либо прослушивания канала, либо его взлома, и связь нужно немедленно прекратить. То есть с этой точки зрения оно становится защищенной именно со стороны закона физики. С другой стороны, это может быть поиск новых материалов с новыми свойствами. Например, если мы хотим создавать очень легкие, но при этом прочные материалы, которые, например, мы не можем их найти просто так, копанными в земле, физики стараются моделировать их свойства, чтобы понять, какой там должен быть набор параметров типа электронов и вот этого атомного состава. Если их найти, то можно их создавать искусственно и использовать, например, в промышленности. Конечно, все хотят иметь легкие, но при этом прочные самолеты, машины и другие приборы. Ну и как, наверное, наиболее, может быть, банально, это расчеты траекторий. То есть можно делать их рассчитывать более точно, быстрее. Ну так же, как, скорее, как план на будущее. Это искусственный интеллект, который сейчас в своей основе использует машинное обучение, которое вынуждено работать с большими массивами данных, чтобы наработать статистику. И, конечно, работа с большими массивами данных может быть упрощена, если использовать мощные компьютеры. Ну и на самом деле применений может быть огромное-огромное количество. Ну хорошо, вот мы говорим, что у нас есть вот кубит, какая-то вот такая абстрактная система, в которой есть ноль, есть единицы, есть состояние между ними. Но физики же работают, ну, по крайней мере, физики-экспериментаторы, работают с конкретными устройствами, с конкретными осязаемыми приборами. Как вообще физики стараются сделать вот этот самый кубит? Вообще типов кубитов существует огромное количество, я имею в виду, экспериментальных реализаций. Это могут быть какие-либо свойства света, например, поляризация. Это могут быть спиновые какие-то цепочки. Это могут быть дефекты в алмазах или либо других кристаллах. Это могут быть кубиты, которые используют атомы, то есть природные. Могут быть электрические схемы. Которые построены определенным сложным образом. В своем докладе я бы хотела остановиться на сверхпроводящих кубитах, потому что я работаю в этой области. Что вообще, значит, сверхпроводящий кубит? Ну, давайте, во-первых, поймем, что за явление сверхпроводимости, про которое мы говорим. Ну, в первую очередь, это нулевое электрическое сопротивление. То есть у нас ток может течь без потерь. С другой стороны, это выталкивание магнитного поля. Все это звучит довольно сложно, но давайте посмотрим на это видео. Вот это у нас есть черный, это кусок сверхпроводника, который при коптной температуре не проявляет никаких сверхпроводящих свойств. Сейчас сюда льют жидкий азот, который при температуре минус 180 охлаждает сверхпроводник, и он теперь перешел в сверхпроводящее состояние. У нас есть магнит, который бесспорно создает вокруг себя магнитное поле. Вот из-за того, что сверхпроводник выталкивает из себя все магнитное, магнит не падает. С одной стороны, сила тяжести говорит, так, нам нужно упасть вниз, а с другой стороны, сверхпроводник говорит, так, никаких тут мне магнитных полей не нужно, и выталкивает. Ну, и на какой-то высоте эти силы уравниваются, и магнит свободно парит над сверхпроводником. С другой стороны, с точки зрения физики, не очень, ну, здесь пытаются по-всякому подвигать, а с точки зрения физики, выталкивание поля и вталкивание – это одно и то же, просто со знаком минус. На этом могут быть другие забавные эффекты. То есть сейчас он пытается втолкнуть магнит к сверхпроводнику, но он не вталкивается. С другой стороны, когда он поднимает магнит, поле старается уйти, так вот этот самый сверхпроводник не позволяет этому полю так же и выйти. Ну, и вот сейчас вытащили сверхпроводник из лужи с жидким азотом, он постепенно нагревается, и сверхпроводящего состояния переходит в обычное. Ну, и поэтому магнит спокойно опускается на сверхпроводник. Вообще говоря, почему мы здесь используем сверхпроводник и вообще эффект сверхпроводимости, потому что сверхпроводимость – это квантовое явление. В него есть свои вот эти квантовые процессы, такие как туннелирование и явление суперпозиции. Поэтому одно из наиболее перспективных явлений для реализации квантового компьютера и вообще квантовых вычислений квантовых технологий – это явление сверхпроводимости. Оно почему является удобным? Потому что при построении сверхпроводящих кубитов мы используем электрические схемы, такие же, как были на этом рисунке. Мы их создаем сами, то есть мы рисуем на компьютере и их делаем. А, например, если мы используем природные дефекты, то есть нам нужно найти алмаз, чтобы у него был такой специальный дефект. Это довольно случайный процесс, невоспроизводимый, и работать с этим сложно. А когда вы можете что-то делать воспроизводимо, это, конечно, намного удобнее. Но я дальше расскажу, как это все делается. Ну, хорошо. А в чем вообще особенность у кубитов, ну, в частности, сверхпроводящих кубитов? Вот в обычном классической физике, когда мы строим какую-то электрическую цепь, у нас возникает резонатор, и у него есть резонанс на уровне. Ну, в общем-то, что из этого нужно знать? Это то, что они находятся на одинаковом расстоянии в плане энергии между собой. Если мы возьмем за 0 и 1 какие-то из этих уровней, то у нас возникнет ситуация, что между, вот если здесь 0, а здесь 1, то между 0 и 1, 1 и 2, одинаковое расстояние. То есть если мы будем как-то манипулировать с этой системой, у нас оно может легко выпасть в 0, в 1, в 3, в 5, а нам мы хотим все-таки два уровня системы, чтобы это был как бит, то есть 0 и 1. Поэтому для квантового мира используют два нижних уровня, которые используют как 0 и 1, а остальные вот упихивают куда-нибудь туда подальше. Кажется, делается с помощью эффекта сверхпроводимости, в частности, туннельного эффекта. Как это вообще выглядит? Это выглядит в виде электрической цепи, то есть то, что здесь нарисовано, это металл, который находится на подложке, как правило, это кремний. И сам кубит выглядит как электрическая схема, как кольцо. У него есть определенные специфические контакты, в которых проявляется эффект туннелирования. А сам кубит, не знаю, видно здесь или нет, это по факту просто сверхпроводящее кольцо. И у него есть свои квантовые свойства, квантование магнитного потока, которое может проходить через него, ну и туннельный эффект. Поэтому у него есть много интересных свойств. Вот конкретно тот кубит, который здесь нарисован, это необычный кубит. Дело в том, что это первый сверхпроводящий кубит, который сделали в моей лаборатории в 2015 году. То есть это первый сверхпроводящий кубит в России. То есть на самом деле это передавая технология, хотя, конечно, японцы это сделали 15 лет назад. Но для нас это достижение местного значения. Вот хорошо, мы сейчас говорим, вот у нас есть кубит, он выглядит в виде какой-то сверхпроводящей цепочки, каких-то колец, каких-то металлических нанесенных непонятных рисунков, которые находятся на подложке из кремния. Ну хорошо, а как это вообще сделать? Нам же нужно это померить, как-то с этим работать. И вообще говоря, ну вот пытаться так вот подойти от рисунка вот к этой штуке. Как это делают? Ну вот этот рисунок, его рисует обычная компьютер с помощью специальной программы. А вот дальше возникает интересно, как вот из рисунка это сделать на чипе. Вот давайте я перейду к экспериментальной части. Как я уже говорила, раз у нас квантовая система, размеры, которые в ней есть, они очень маленькие. И поэтому, если мы хотим вот это вот делать уже в реальности, мы должны убедиться, что никакие дефекты, которые, например, летают в воздухе, они не попортят нашу систему. А так как у нас система очень маленькая, то нам нужна такая атмосфера, такое место, где всяких частиц, которые могут каким-либо образом осесть на подложку и попортничать, должно быть мало. Поэтому создавание чипа, называется фабрикацией, делается в специальной зоне, она называется чистая зона. И чистота в ней в том, что специальными фильтрами воздух, который в ней находится, очищается от всех примесей. То есть остается только кислород, азот, тот, чем человек дышит, а вся пыль, любые другие примеси газов, они с помощью специальных фильтров убираются. Тогда никакие дефекты, никакая грязь, упав на чип, его не испортят. С другой стороны, когда мы вот... То есть процесс, как вы можете видеть здесь рисуночек, он состоит из двух грубых шагов. В первую очередь мы рисуем вот эту вот систему, которая здесь расположена. А затем должен нанести на нее металл, потому что вот это все металлическое. Поэтому рисование происходит с помощью литографии. То есть это тонкий-тонкий пучок размером, несколько нанометров. И напыление металлов. Причем металлы должны быть очень чистыми, чтобы у нас эффект сверхпроводимости не терялся, не рассеялся на каких-либо дефектов, либо грязи, либо еще чем-то таком. В частности, вот эта установка, которая выглядит страшно и непонятно, но это не важно. Смысл в том, что чип помещается внутри нее, оттуда откачивается вообще весь воздух до очень высокого вакуума, и в ней уже происходит напыление. В этом смысле установка довольно специфическая, потому что откачивать воздух до каких-то сумасшедших параметров вакуума и напылять металл, это, в общем-то, довольно не такая же повседневная вещь. Так что все тут оборудование довольно дорогое. Так что то, что здесь расположено, это фотография чистой зоны, которая есть у нас на физтехе, в МФТИ. Ну, вот это фотографии из других комнат этой же зоны. То есть здесь желтый свет, потому что работа идет с материалами, которые светочувствительны. Вот чтобы их никак не повреждать, здесь такой специальный желтый свет. Ну и еще комната с микроскопами, мокрой частью химии и так далее. Это уже чистая зона в Японии. Как вы можете видеть, она побольше, и у нее класс чистоты повыше. И там еще есть такая особенность, что перед входом в эту зону, во-первых, перед входом в любую чистую зону нужно одевать специальный костюм. То есть он не позволяет каким-либо частицам на них оседать, и сам не выпускает никакие частицы. Причем он полностью человек оккупирован, у него только глаза открыты. И вот в Японии перед входом в эту комнату есть такой воздушный душ. То есть человек как бы закрыт в маленькой комнатке, туда дует большой поток ветра, и вот вся пыль, которая может находиться на человеке, она сдувается и высасывается. Потом человек заходит абсолютно чисто. Вот такие вот страшные установки там используются. Ну хорошо, мы сделали чип. Вот выглядит он таким вот маленьким, 5 на 10 миллиметров устройством. Но вообще говоря, нам нужно как-то его померить, как-то измерить, и вообще он должен как-то работать. Как заставить вот такую вот маленькую штуковину, 5 на 10 миллиметров, работать? Ну, в первую очередь, ее нужно подсадить к проводам. Причем нужно подсадить вот эти вот маленькие волноводы, которые там есть, к крупным проводам, которые уже идут ко всем остальным установкам. Это делается с помощью специальных машин, вы можете видеть здесь. И их смысл в том, что они как бы нитками, только алюминиевыми металлическими нитками, пришивают какие-либо области из чипа к более крупным частям, которые идут дальше к проводам. После того, как у нас чип находится, вот, соединен уже с более крупными проводами, нам нужно его вообще перенести в квантовую систему. У нас уже должна быть сверхпроводимость. А для того, чтобы была сверхпроводимость, нужно охладить до очень низкой температуры. И вот с помощью обычного азота это уже не сделать. Для этого используются специальные холодильники. Вот здесь он выглядит в закрытом состоянии, а вот это он в открытом состоянии. Сюда помещают чип. И здесь последовательно с помощью циркуляции жидкого геля охлаждается вся установка. То есть он состоит как матрешка из нескольких систем, и каждая из них откачивается и охлаждается. Он охлаждается практически до нуля кельвин, то есть до самого минимума температуры, которая вообще, в принципе, возможна в физике. Это занимает довольно долго, примерно несколько дней. Ну, хорошо, вот мы охладили. Ну и дальше нам нужно померить, что так выглядит наша лаборатория в Москве. Здесь у нас криостаты, как вы можете видеть. И здесь оборудование, которое необходимо, чтобы всё это померить. На самом деле оборудованию нужно очень много, и оно очень разное, очень сложное, очень дорогое. Вот здесь вы можете видеть фотографии различных источников сигналов, их приёмников и всем другим оборудованием, которое может потребоваться для измерения этих сложных систем. Ну, хорошо, вот мы поговорили, что у нас есть какие-то квантовые явления, там, туннелирование, суперпозиции. Мы можем создавать специфические устройства, как кубиты, которые могут находиться, используются эти квантовые явления. Мы их можем создавать, можем измерять. То есть, казалось бы, вот у нас есть квантовый компьютер, у него есть преимущества, он быстрее считает, чем классический компьютер. Ну и вроде бы кажется, что с помощью него можно там спасти мир. Но на самом деле у него есть свои недостатки. Какие же это недостатки? Ну, недостатки по сравнению с обычными классическими компьютерами. Ну, в первую очередь, это его стоимость. Чтобы разрабатывать такую систему, нужно огромное количество дорогого оборудования. То есть, просто так на коленке его не сделаешь, и по сравнению с обычными компьютерами, конечно, производство такой машины – это очень дорогое удовольствие. Другой момент – это очень не такой очевидный и наиболее сложный момент. Квантовые системы, они довольно легко выходят из состояния суперпозиции. То есть, например, те же тарелки, там вот только тронем шкаф, он затрясется, и тарелки упадут. То есть, чтобы система находилась в квантном состоянии, ее должно ничего не трогать. Но различные частицы, которые прилетают из космоса, вибрации механические, либо случайно электромагнитные поля, ну, кто-то с телефона прошел мимо установки, уже разрушают систему. Поэтому она очень нестабильна. Это одна рода ошибка, которая есть в этих системах. А другая, уже более фундаментальная, состоит в том, что квантный компьютер использует свойства суперпозиции. То есть, мы одновременно считаем все варианты. Когда мы работаем с классическим компьютером, нам же не нужны все варианты, нам нужна часть из этих вариантов, какие-то конкретные. Поэтому нам нужно проверить, а вот то, что компьютер вообще начитал, это вообще то, что нам нужно или нет. То есть, то, что получается на выходе с квантового компьютера, еще нужно проверить, а вообще имеет оно отношение к этому или нет. Потому что он выдает какой-то массив, какой-то набор ответов. Среди них есть верный, но не все они верны. И вот эта вот необходимость проверки вынуждает создавать сложные алгоритмы и сложные именно физические системы, чтобы эти алгоритмы реализовать, ну, для коррекции ошибок. И другой момент — это то, что он не универсален. Что это значит? Вот обычный компьютер, он может решать много задач. На нем можно посмотреть фильм, на нем можно сделать презентацию, можно открыть MATLAB, посчитать что-нибудь там, можно зайти на сайт, и где-то вообще, говоря, очень много разных штук. А квантовый компьютер, он заточен только под одну конкретную задачу. Например, решать одно уравнение. Под него записан один конкретный алгоритм, и его система, то есть физическая реализация, то есть тот рисуночек, который будет нарисован на чипе, он зависит от того, какую задачу вообще собирается решать этот компьютер. То есть если вот мы по всем этим правилам построим компьютер, он будет отлично решать какую-то конкретную задачу, но по всем остальным он будет намного хуже, чем обычный классический. То есть когда мы делаем квантовый компьютер, мы его делаем под одну какую-то конкретную задачу. То есть вся его разработка, начиная вот с рисуночков, заканчивая оборудованием, которое в принципе может потребоваться для его реализации, оно абсолютно разное. В этом случае он не универсальный, и, конечно, поиграть на нем в GTA 6 не выйдет. Ну хорошо, мы поняли, что квантовый компьютер, так что у него есть квантовые свойства, он состоит из кубитов, которые используют эти квантовые свойства, чтобы упрощать вычисления. Мы даже вроде как примерно представляем, как это делается в реальности, и даже понимаем, какие у него могут быть недостатки по сравнению с классическим. Ну и самый интересный вопрос, а когда он будет создан? То есть вот физики все говорят, вот будет создаться квантовый компьютер, все шифры взломаются, все, говорят, посчитаются, и все будет хорошо. Ну и на самом деле ответ на этот вопрос, он довольно провокационный в том, что он уже существует. Но раз про это не везде говорят, значит, здесь есть какой-то подвох. Давайте посмотрим. Значит, первая компания, которая впервые заявила о том, что они претендуют на первенство произведения квантового компьютера, это компания DayWave, которая спонсируется Google. Они сделали устройство, которое считает один конкретный алгоритм квантового отжига, и у него действительно есть какое-то преимущество. Но так как это коммерческая, в общем-то, компания, она не раскрывает секреты, как она это делает. И, исходя из того, что выложен на открытый доступ, физики, теоретики и экспериментаторы делают вывод, что там на самом деле используются частично квантовые, то есть там действительно есть кубиты, в этом сомнений нет. Но все-таки в своем большинстве она использует обычное полупроводниковое устройство, которое используются у нас в компьютерах. Поэтому у него есть какое-то преимущество. Во-первых, оно очень маленькое, во-вторых, скорее всего, оно за счет алгоритмов. А вот ребята из этой компании не хотят это как-то опривергать, говоря, это наш секрет, так что мы вам ничего не скажем. Поэтому, с одной стороны, действительно, если мы в объем Google купить квантовый компьютер, мы действительно выйдем на страницу DWA, в котором они предлагают купить квантовый компьютер. Вот так вот он выглядит в реальности. Но, с другой стороны, в чем у него проблема? В том, что он не дает преимущества, точнее, не дает, но очень маленько, в очень узком задаче. И совсем недавно выяснилось, что эту задачу вот эта компания придумала специально, чтобы показать, в какой конкретной задаче есть преимущество этой машины. Ну, то есть, грубо говоря, сделали машину, под задачу, которую сами придумали, и в том, что она хорошо работает и корректно большинство физиков сомневается, а подтверждать мне это не хотят. Другая компания, которая не скрывает, что она делает, это компания IBM. Они действительно сделали квантовый компьютер. У них действительно есть машина, которая работает на вот так же сферопроводящих устройствах. Вы можете видеть, вот экран остался внутри. Они используют 5 кубитов, и вроде бы как это квантовый компьютер, но из-за того, что он использует малое количество кубитов, систему можно решать только очень простые. И вот самый рекорд, который здесь есть, это он разложил число 15 на множители 3 и 5. То есть для нас кажется это каким-то, грубо говоря, юмором, но 15 на 3 может не только компьютер. Но вот это вот максимум, которым мог достичь этот прибор. То есть это действительно квантовый компьютер. Он использует квантовые свойства, и он решает задачи. Он раскладывает большое число на множители. Этот принцип используется в одним из логаритмов шифрования. Но его мощность настолько мала, что рассматривать его серьезно довольно сложно. А сложность вообще всей этой науки в том, что если мы умеем строить на 5 кубитов компьютер, то мы не можем, используя те же принципы, построить кубит на 6 компьютеров, потому что там совершенно становится другая геометрия и другая структура. И поэтому вот успех с 5 кубитами, он еще как бы не означает, что вот еще чуть-чуть мы потерпим, и уже там через пару недель будет квантовый компьютер на 200 кубитов. Поэтому, с одной стороны, бив Google купить квантовый компьютер, мы еще получим вот эту вот, как бы страницу IBM. Также они вычислительные мощности из своей машины выложили в облако. То есть, в принципе, можно посчитать что-нибудь на квантовом компьютере. Но его мощности такие маленькие, что тут, конечно, особо не разгуляешься. Так что вот, с одной стороны, квантовый компьютер уже создан даже ни одной компанией, но с другой стороны, то, что все от него ожидают, это вот преимущественно по сравнению с обычным классическим, его пока нет. И основная сложность — это именно фундаментальная физика. Потому что, чтобы построить архитектуру, которая может использовать много кубитов и правильно взаимодействовать между собой, не хватает фундаментальных знаний, как может одна квантовая система взаимодействовать с другой. То есть, когда у нас, вот это, грубо говоря, как в механике, может кто-нибудь слышал задачи многих тел. То есть, когда у нас одна система, это, грубо говоря, один мяч взаимодействует с другим мячом, ну, мы там можем написать уравнения какие-то там и что-то посчитать. А когда у нас много-много мяча, это уже совершенно задача другой сложности, и мы это посчитать уже быстро не можем. Вот в чем и особенность. Что вроде бы квантовый компьютер существует, но вроде как и нет. Ну, почти как суперпозиция. Ну вот, на самом деле, это все. Я надеюсь, что у вас появились какие-то чувства квантовой физики. Я надеюсь, что это в основном такой значок. Но как любая квантовая система, в ней не должно быть место суперпозиции. Поэтому спасибо за внимание. Я жду ваших вопросов. АПЛОДИСМЕНТЫ